Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Я только приехал домой и вообще не планировал снимать никаких видео. По плану, следующий ролик должен был выйти завтра вечером, но нет. Нет-нет-нет. Мне пришлось быстро изменить свои планы. Отбросить всё, что я планировал на этот вечер, который обещал быть очень чудесным. Всё для того, чтобы показать вам это чудовищное обновление от CNBC. Это просто сумасшедшие новости и, наверное, одно из самых важных сообщений, которые нужно услышать сообществу XRP. Контролёр денежного обращения США Брайан Брукс прокладывает путь к регулятивной ясности относительно криптовалют в Соединённых Штатах. Это повлияет абсолютно на весь мир. И это, кстати говоря, будет началом имплантации новой финансовой системы. Он разрешает банкам хранить криптовалюту. Он приносит законодательную ясность для стейблкоинов. Он упрощает инвестиции в криптовалюты для розничных инвесторов и институциональных. Мы должны понять, что сам Брайан Брукс не раз давал понять, что считает именно Ripple XRP частью того, что он строит. Помните, когда он обсуждал устаревшую систему SWIFT, кого он привёл в пример? Рекламу Ripple XRP. Я не думаю, что это совпадение. Я когда-то показывал вам это в каком-то из моих видео. В интервью с Юлией Чатерлей Брайан Брукс тогда высмеял антикварную устаревшую систему SWIFT. Он говорил тогда, что очень иронично, что такая заторможенная система, как SWIFT, носит название, означающее скорость, молнию и другие синонимы. Это система, которую пытается исправить Ripple XRP. Брайан Брукс фактически говорит громко о том, о чём думает сообщество Ripple. Он знает и помогает нам. Послушайте эти слова, что он произносит, и как инвесторы в криптовалюту. Ощутите их прелесть. Я хочу вернуться к вашим словам о том, что хорошие вещи произойдут после срока Трампа. Я имею в виду для криптовалюты. Находитесь ли вы в лагере тех, кто верит, что больше регулирования криптовалют будет чем-то хорошим для всей индустрии? Нет, смотрите. Я бы не сказал больше регулирования. Это не как упаковка каши на ваш завтрак, на который написано про вес, а не объём. Поэтому я не говорю о большем регулировании. Но что нам действительно нужно, это ясность насчёт того, что разрешено. Мы нуждаемся в каком-то руководстве. Например, могут ли банки подключаться напрямую к блокчейн-сетям? Ответ должен быть «да». Нам нужны уверенные ответы и насчёт хранения криптовалют, чтобы финансовые учреждения чувствовали себя комфортно, когда принимают их. Всё это уже в разработке. И мы увидим результат через 6-8 недель. Это сделает инвестирование в криптовалюты для инвесторов проще. Они будут знать, как инвестировать. В том числе и институционалы, которые два года рассматривали это как пузырь, а сейчас как реальную вещь. Спустя 6-8 недель у них будут законные регулятивные нормы, чтобы принимать криптовалюты. Так что ожидайте. Друзья, так что ожидайте. Bearable Bull пишет «Регулятивная ясность спустя 6-8 недель. Пристегнитесь. Сейчас почти то самое время». Прямиком из уст Брайана Брукса. «Через 6-8 недель. Ориентировочно». Это цитата контролёра денежного обращения США Брайана Брукса. И она сигнализирует нам о том, что мы, как сообщество Ripple, давно ждали и ждём. Ждём годами. То, о чём я говорю уже не первый месяц. О чём не пишут в новостях, но с помощью доступных новостей мы делали вывод, что это грядёт. «Пристегнитесь. Это последние недели до принятия Ripple XRP. Мы можем увидеть ответ цены перед тем, как они официально заявят о регулятивной ясности». Просто представьте, когда то, чего мы ждали годами, будет официально реализовано, и институциональные учреждения начнут действовать законно в регулятивном поле с криптовалютами. И самое главное, что было сказано в начале интервью, это прямо с жирным шрифтом нужно подчеркнуть. «Эти регулятивные меры, что будут приняты, также не будут негативными для криптовалют. Они не будут портить жизнь криптоинвесторам. Хотя, лично я считаю, что 99% существующих криптовалют умрут. Это просто необходимо. Больше не будет никаких скамов, мошеннических альткоинов и пустышек. Останутся лишь те, что действительно представляют ценность, и мы получим то, чего заслуживаем. Запомните этот день. Сегодня мы получили подтверждение нескольким своим догадкам и спекуляциям. И вскоре начнут подтверждаться и остальные. А меня зовут Богатейший Динь. Не забудьте поставить лайк, мне всегда очень приятно. Плюс, это помогает алгоритмам Ютуба замечать видео и рекомендовать его. Вы не представляете, как мне хочется до Нового Года получить серебряную кнопку. А вось получится. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok